5 класс, 7 серия. Множество. Множество – это одно из основных понятий в математике. В математике вместо таких слов, как совокупность, собрание, класс, набор, команда, используется одно единственное слово – множество. Мы рассматривать будем множество, которое состоит из чисел. Числовые множества. Элементами являются числа. Множество обозначаются прописными, заглавными буквами латинского алфавита. Давайте рассмотрим множество А. Это множество состоит из натуральных чисел от 1 до 5 включительно. Элементы множества обозначаются вот таким образом. Можно изобразить в виде картинки. И такие картинки называют круги или диаграммы Эйлера и Вена. Эйлер и Вен – это математики, которые занимались множествами. Элементы можно разместить внутри круга. Эти числа принадлежат множеству А. Вот это знак принадлежности. Всего в множестве А 5 элементов. 5 элементов в множестве А. Давайте рассмотрим еще одно множество В, которое состоит из элементов 2, 4, 6, 8. Если мы сравним элементы множества А и элементы множества В, то легко заметить, что есть общие элементы. Значит, эти множества пересекаются. Два круга будут пересекаться. И в области пересечения находятся общие элементы. 2 принадлежит А и 2 принадлежит В. Круги пересекаются. Только множеству А принадлежат числа 1, 3, 5. Только В, 6 и 8. Итак, А пересекает В. И в области пересечения находятся элементы 2 и 4. Вот так обозначается пересечение двух множеств в виде подковы. Давайте рассмотрим множество А и множество С, которые состоят из двух элементов 3 и 5. Посмотрите, пожалуйста. Число 3 принадлежит и А, и С. И 5 принадлежит и А, и С. Причём все элементы, которые принадлежат С, принадлежат и А. То есть на картинке это будет выглядеть следующим образом. Круг в круге. То есть С под множество множества А. С под множество. Так, давайте расставим элементы. Итак, 3 и 5 – это область пересечения. Это те элементы, которые принадлежат и А, и С. Только множество А – 1, 2 и 4. Итак, круг в круге. И область пересечения, посмотрите, пожалуйста. Это множество С. Итак, пересечением А и С является само множество С в том случае, если С является под множеством А. Так, если же множество не пересекаются. Вот элементы множества А – это элементы множества Д. Общих элементов нет. Круги не пересекаются. А пересечением этих двух множеств будет являться пустое множество. В пустом множестве 0 элементов. Так, давайте повторим вычитание и рассмотрим сегодня свойства вычитания. Так, как называются компоненты действия вычитания? Уменьшаемая, вычитаемая и разность. Свойства. Первое свойство – вычитание суммы из числа. Если из числа вычитается сумма каких-то двух или нескольких чисел, то из этого числа можно вычесть каждое слагаемое отдельно. Иногда это бывает очень удобно. Ну, например, 14 минус… А в скобках записывается сумма. Например, 4 плюс 6. Можно раскрыть скобки и вычесть сначала 4 из 14. Получится как раз круглое число 10. А затем останется вычесть 6. Ну, например. Так. Вычитание числа из суммы. Когда число вычитается из суммы, значит, можно это число вычесть либо из первого слагаемого, либо из второго. Третье свойство. При вычитании из числа нуля мы ничего не отнимаем. У нас получится само это число. А если из числа мы вычтем точно такое же число, то получится 0. Так. Давайте решим уравнение. 350 – это уменьшаемое. Вычитаемое – неизвестное число х. Надо найти значение х. Разность – 120. Итак, было 350. Вычитаем х. И получается 120. Как найти неизвестное вычитаемое? Чтобы найти неизвестное вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность. 350 минус 120 – это 230. х равен 230. Так. Еще одно уравнение. Надо найти неизвестное уменьшаемое. Вычитаемое – 320. Разность – 430. Надо найти неизвестное уменьшаемое. Отнимаем 320. И получается 430. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо сложить. 320 плюс 430 получается 750. Х – значение х – 750. Задача. Надо найти значение суммы. Слагаемых много. Слагаемое в данном выражении – это нечетные, натуральные, последовательные числа. От 1 до 23 включительно. Последовательные. То есть, каждая следующая на 2 больше, чем предыдущие. Давайте сразу выясним, а сколько же слагаемых здесь. Вот если бы числа натурального ряда были бы записаны от 1, например, до 24. То есть, и четные, и нечетные. То вот в этом ряду было бы поровну четных и нечетных. Их было бы по 12. А теперь представьте, что все четные давайте отбросим. И останутся только нечетные. Как раз вот те числа, которые в условии задачи. Итак, 12 нечетных слагаемых. Поскольку каждая следующая на 2 больше, а каждая предыдущая на 2 меньше, будем группировать парами эти числа. 1 плюс 23, 24. А если мы к 3 прибавим предпоследнее, 21, тоже будет 24 и так далее. А всего слагаемых 12, значит 6 пар. И осталось найти значение этого выражения. 24 надо умножить на 6 и получится 144. Давайте повторим римские цифры. 1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000. Если та цифра, которая меньше, записывается перед той, которая больше, то необходимо выполнить вычитание. 1000 минус 100. Это 900. А если наоборот, то это будет 1100. К 1000 надо прибавить 100. А вот это будет 1300. 3 раза по 100. Так, давайте выполним сложение, а затем вычитание. Так, это 455. Второе слагаемое. 240. 40 и значение суммы. Вот это 695. Так, второй пример. 1160 минус 950. И значение разности 210. Ответ 210.